Представители старшего поколения разъясняли молодым людям, собравшимся в зале национального центра, о таком казахском понятии, как Мюшель-Жас. Завершение каждого 12-летнего цикла жизни человека со дня его рождения называлось Мюшель-Жас. За основу взято время оборота планеты Юпитер вокруг Солнца, также и то, что в году 12 месяцев. Календарный цикл также символизирует 12 животных. Стоит отметить, что Мюшель-Жас – это не сам 12-годичный цикл, а лишь один год жизни человека, который следует после последнего, 12-го года, каждого очередного цикла. Это мероприятие мы проводим в рамках программы «Рухани-Жангару». Приглашены сегодня не только ученики школы и студенты, пришли также и преподаватели. Все гости сегодня именно в том возрасте, который и именуется Мюшель-Жас. Объяснила появление смысл традиции председатель общественного объединения Ана-Лагатэ Маруаш Сагындыкова. Считается, что именно в начале нового, 12-летнего цикла закладывается основа событий в жизни человека на предстоящие 12 лет и, как следствие, на всю оставшуюся жизнь. Если условно разделить жизнь человека на 12-летние отрезки, то увидим, что они довольно точно делят ее на важные этапы. Первые 12 лет – это детство. Период с 13 до 24 лет – это молодость. С 25 до 36 – взрослый период. С 37 до 48 лет наступает зрелость. Период с 49 до 60 лет является возрастом почтения. Из 61-го года жизни, когда наступает пятый Мюшель, к человеку приходит старость. Также этот период называют Хараса-Халдок. В знак того, что именно в этом возрасте к человеку приходит мудрость, но он еще достаточно силен и умен. А шестым Мюшелем его уже именуют Ахсакал – самое почетное звание для взрослого мужчины. Именно это разъясняли молодым и напоминали взрослому поколению.